В рубрику «Генеральная уборка» продолжают поступать ваши заявления. На этот раз к нам в редакцию дозвонили жители Гиршгорна 45. Они вот уже год ждут сотрудников своей управляющей компании, чтобы те, наконец, убрали за собой строительный мусор, оставшийся после ремонта кровли. И это, надо сказать, не единственная претензия в адрес коммунальщиков. Подробности у Андрея Ванюшина. У торца этого дома скопилось огромное количество строительного мусора. Если разглядывать кучу, можно найти кирпичи, доски, листы железа и арматуру. Вполне объяснимо, ведь здесь побывали строители, которые поработали над чердаком. Правда, это было еще в прошлом году. В феврале месяца я звонила в ЖКХ «Ямалстройсервис» раза 4-5. Сегодня звонила, вчера звонила. Мусор, что побрали, когда с чердака выкидывали все, так и не убирает ничего. Вот это дом Дежинская, 40, где я проживаю. Маргарита Ивановна в этом доме живет с 2006 года. И все это время ей приходится спорить с управляющей компанией. По ее словам, коммунальщики попросту не исполняют своих прямых обязанностей. С 2006 года занимаюсь. Дом содержится в технически неисправном состоянии. Никто никаких мер не принимает. Под домом разрушены основные конструкции здания. Стекает канализация, водопровод, теплосети. А на первых этажах, когда растает со всеми, так идет запах. В ванной комнате, в санузле, через раковину. Я обращалась неоднократно в ГЖИ, на новую управляющую организацию, которая обслуживает ЖКХ «Ямалстройсервис». Они были раньше, ничего не убирали. Аналогичные эти. Рядом с домом Маргариты Ивановны располагается кафе. К его владельцам у жильцов тоже немало претензий. Казалось бы, территория вокруг такого заведения всегда должна быть в порядке. Но, видимо, у предпринимателей на этот счет другое мнение. Мусорные залежи здесь повсюду. Их, кстати, пополняют и пользователи соседней гаражной площадки. В итоге чистым и уютным это место назвать никак не получается. Я думаю, что прилегающие территории, не только, я не знаю, не была у них в кафе, но я думаю, что прилегающие территории надо содержать в нормальном состоянии. Их устраивает тот, кто еще вложит мусор, и они добавляют этот мусор. Значит, всех все устраивает, насколько я понимаю. А с окна, вот два окна у меня выходят прямо сюда. Посмотришь и смотреть не хочется. Первый в этом году общегородской субботник прошел еще 17 мая. Жители этого двора в нем тоже приняли участие. Здесь и правда чисто возле крылец и в самом дворе. Но должны ли люди убирать огромные кучи строительного мусора, который за собой оставили рабочие? Думается, что нет. И уж тем более, никто, кроме владельцев кафе, не обязан наводить порядок возле их заведения. А посему, пока каждый не исполнит своих прямых обязанностей, дворы домов номер 40 по улице Дзержинского и 45 по улице Гершгорна можно считать территориями особой загрязненности. Андрей Ванюшин, Максим Мячин. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова